Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Вчера, да и сегодня, до публикации данных о потребительских ценах в США какого-либо значительного движения на рынках акций почти не происходит. Рисковые активы теперь не в почете. Ведь, как ожидается, ключевые показатели по инфляции в США выйдут по-прежнему на повышение и укрепят и без того ястребиные планы Федрезерва. Правда, в протоколах последнего заседания комитета по опирателям на открытом рынке, опубликованных в среду, можно было при желании все-таки найти голубиный подтекст. Например, несколько политиков заявили, что важно откалибровать темпы дальнейшего повышения ставок, чтобы снизить риск значительных негативных последствий для экономики. Однако большинство участников заседаний убеждены, что слишком слабые меры по снижению инфляции рискуют нанести гораздо больше урона экономике по сравнению с издержками после агрессивного повышения ставок. Да и общий тон документа, безусловно, ястребиный. Несколько членов ФРС в качестве доводов привели исторический опыт, который показывает, что преждевременное сворачивание жесткой денежно-кредитной политики очень опасно. Можно ли ожидать в таком случае голубиного поворота в действиях Федрезерва после выхода данных по инфляции в США? Большинство участников рынка считают, что нет. Согласно инструменту CMA FedWatch, шансы на еще одно повышение ставки на 75 базисных пунктов в ноябре составляют уже более 80%. Напомним, что еще в начале недели этот показатель находился несколько ниже, на уровне 77,6. А вчера сразу после публикации протоколов ФРС поднялся этот показатель до 90%. Индекс доллара в преддверии неожиданного показателя по инфляции стабилизировался в азиатскую сессию выше уровня в 113 пунктов, в области отметки 113.30. Американец по-прежнему находится вблизи своих 20-летних максимумов на поддержке агрессивных ожиданий ФРС по ставке. Также неизменно высоким остается спрос на доллар, как на валюту-убежище. Тем более, что, как отметила вчера в своем выступлении секретарь казначейства США Джанет Йеллен, цитируем, «мировая экономика сталкивается с существенными вызовами, а экономика США остается устойчивой». Вполне ожидаемо, что в таких условиях доллар прочно удерживает свои позиции по отношению к аналогам по корзине G6. Сегодня доллар консолидируется в боковике между отметками 113.08 и 113.45 в ожидании данных по индексу потребительских цен и при поддержке роста доходности американских госбондов. Получает некоторую поддержку и японская иена, правда пока только лишь на словах, а не на деле. Итак, говорят, мы не сосредоточены на уровнях для вызова вмешательства, мы сосредоточены на волатильности, так заявил сегодня по этому поводу министр финансов Японии Суньити Цудзуки. А недавняя интервенция, по его словам, была вызвана чрезмерными движениями спекулянтов. И если валютные движения снова приобретут спекулятивный характер, вот тогда финансовые власти не замедлят мешаться. Но пока таких предпосылок, по мнению чиновников, нет. А тем временем, согласно опросам, около 75% японских фирм не могут компенсировать движение валюты выше 145 иен за доллар. К слову, по оценкам специалистов, Япония имеет около 120-130 миллиардов долларов США для использования в интервенциях. И если они будут составлять 20 миллиардов долларов, как было сделано 22 сентября, то властям Японии хватит примерно на 5-6 попыток. А курс иены уже использовал ресурсы прежней интервенции и прорвался через уровень 146 иен за доллар, тестируя решимость японского Минфина и Центробанка. В азиатскую сессию на консолидации доллара и на словесных интервенциях властей страны, иена смогла несколько укрепиться в границах диапазона между уровнями 146.64 и 146.93 и даже удержать позиции в области цены 146.84. Что же касается дальнейшего уровня технического сопротивления, то иена находится буквально на волосок от минимума августа 1998 года. Тогда, в период азиатского финансового кризиса, японская валюта обесценилась до 147.64. Для австралийского доллара ситуация складывается негативная по всем направлениям. Рынки уходят от рисков, опасения по поводу глобальной рецессии растут, неопределенная ситуация по коронавирусу в Китае усиливается. И при этом ОЗИ как сырьевой актив теряет вес на фоне цен на нефть и снижение спроса на австралийскую руду у китайских производителей. Перед выходом индекса потребительских цен в США австралиец торгуется очень неровно, то поднимаясь, то падая. Его цена в азиатскую сессию проходит в области 0,6273 и почти совпадает с уровнем вчерашнего закрытия на уровне 0,6276. Более высокие, чем ожидается данные по инфляции, станут плохим предназменованием для рисковых активов и для валют-антиподов. При таком исходе ОЗИ вполне может сдвинуть свой ценовой диапазон четверга. Это диапазон между 0,6236 и 0,6298 и уйдет дальше вниз по торговому графику и, возможно, закончит неделю на еще больших минусах. А для нашей команды Инстафорекс ТВ очень важно, чтобы ваши сделки проходили только на плюсах. Именно для этого мы и работаем. Напоминаем, что сегодня основное внимание будет направлено на публикацию индекса потребительских цен в США. Этот показатель даст больше информации о масштабах повышения ставки по федеральным фондам в следующем месяце. Поэтому подключайтесь к нашим следующим выпускам и получайте оперативную информацию и аналитику. До связи!